Привет! Это Натив. Сегодня будем говорить об IT не только. И сегодня мой гость, один из наших наставников курса автоматизированное тестирование на Java, я это выговорил, Дмитрий Рак, QA Group Manager в компании IT Hard Group. Дим, привет! Ты все выговорил, Диана. Я тебя очень рад видеть, особенно твою лучезарную улыбку. Я ее всегда помню. Ну, давай, как это у нас вводится, такое интро о себе. Сколько тебе лет, откуда ты родом, где ты учился и, собственно, как попал в IT? Хорошо. Вообще мне 27 лет, я довольно рано начал свою карьеру в IT. Люблю вообще шутить насчет того, что раньше сядешь, раньше выйдешь. И вот это тот самый случай, когда я свою карьеру в IT начал, на самом деле, в 19 лет. Я начал учиться, были так 17 на программиста. У меня там не совсем сложилось, это довольно долгая история, могу, в общем-то, ее рассказать. Давай. Хорошо. Вот. В 17 лет я попал в Бенту, начал учиться на программиста на факультете FITR. FITR, шифруй, потому что я гуманитарий, для меня я не знакома. В факультете информационных технологий и робототехники. FITR. FITR, да. Вот. 11-й корпус, до сих пор помню абсолютно все, как там выглядит. Вот. С универом у меня не сложилось. Спустя полтора года я жутко успешно оттуда вылетел. Вот. Вылетел из-за какой-то там, ну, просто, назовем, академическая неуспеваемость. Хотя... Ерунда. Я вроде бы успевал. Вот. Соответственно, какое-то время я поработал вообще не в IT-шной сфере. Я поработал на заводе. Знаю, не выгляжу как человек, который работает на заводе. Поработал на заводе, да. Да. Вот. Поработал на заводе около полутора лет. Тоже делал определенные шажки по карьерной лестнице там. Но понял, что нужно дальше двигаться в сторону именно IT-шки. Поэтому я подкачался немножко, начал изучать конкретно уже язык программирования Java, немножко подружился с HTML, CSS, послал абсолютно везде, куда можно, свои резюме на Junior Java Developer. И вот меня взяли в тестировщики. Очень интересно. Да. То есть 19 лет я начал работать тестировщиком. Сейчас мне 27, то есть я в IT уже 8 лет. Крутой рассказ. Тогда, собственно, у меня будет вопрос. Дим, зная то, что у тебя есть технический бэкграунд, мне на самом деле всегда было интересно, почему все же в итоге ты стал тестировщиком. Просто вот твоя история, твоим сделанным выбором, мне хочется вот донести такую мысль для наших зрителей, что путь в IT через тестирование лежит не только для гуманитариев. То есть можешь ли ты это развеять? Ну, во-первых, не скажу, что этот выбор был осознанным, да, тогда так получилось. Но со временем я начал понимать, что вообще, как происходит в IT. И, конечно же, любой тестировщик, либо автоматизатор, который имеет бэкграунд программиста, да, он скажет, что не жалеет абсолютно. В некоторых случаях это может быть не так, но я могу сказать несколько плюсов. Один из них — это QA, это человек, который видит весь процесс в целом, он очень много коммуницирует с заказчиком, в отличие от заказчиком, с командой, с беями, в отличие от программистов, которые варятся в своей атмосфере, условно залипают в алгоритмы код и какие-то конкретные задачи. И QA за счет вот этой глобальной видимости, для него дорожка в project management, product management и вообще в любого рода менеджмент, она гораздо ближе. Моей следующей целью было стать специалистом по автоматизированному тестированию, потому что у меня есть определенный бэкграунд технический. Но я понимал, что я на этом не остановлюсь, что я пойду дальше в менеджмент, и вот эта вот дорожка из QA в менеджмент, она гораздо короче. Поэтому именно здесь можно и нужно выбирать эту дорожку, если ты стремишься именно туда. Из программирования гораздо сложнее уйти в стезю менеджмента. И второй момент, когда ты мыслишь как тестировщик, но знаешь, как пишется код, как работают программы, тебе гораздо проще находить бак. Все программисты, с которыми я общался, когда ты находишь проблему, находишь, чем она вызвана, скидываешь словно строку в коде, в которой что нужно исправить, они просто испытывают невероятные восторги, говорят, спасибо, Дима. То есть коммуникация гораздо круче налаживается. Слушай, ну вот сразу вопрос, клюнись. Есть ли такое, что как-то в компании разработчики смотрят косом тестировщиков и наоборот? То есть я раньше слышал, такие баки типа ходили, что он там пришел со своими тестами, опять мне будет дурить голову, условно, размышления разработчика. Как у тебя вообще это было? Было, не было на практике? Ты знаешь, от компании к компании, на самом деле, если говорить про продуктовые компании, то там всегда есть ощущение, что вы команда, вы работаете вместе над продуктом, и каждый просто контрибует свою часть. Здесь какой-то вот этой дележки на тестирование, разработка ее нет. Вот. В аутсорсных компаниях в 80% случаев вы точно не столкнетесь с тем, что будут какие-то тестировщики, будут какие-то разработчики, и разработчики считают, что KIA это никто. Вот. Но все равно, как говорится, семья не без урода, так, к сожалению, случается. Как мило. Да. Вот так случается, что кто-то считает, что KIA это низкоквалифицированная работа, просто потому, как протыкать приложение. Вот. На самом деле, я так не считаю. Это гораздо сложнее. Но это не так. Мы дальше поговорим. Ну, ты же знаешь, что я по образованию немножко историк, как и наш великий. Вот. Собственно, мне всегда интересна история появления, концепции тестирования в IT-компаниях. То есть, что же такое произошло, что разработчики, разрабатывая определенный продукт, поняли, что как-то без тестировщиков никак не обойтись. Расскажи вообще, как это все начиналось, с чего это все повелось. Ну, многие, многие, наверное, знают историю насчет появления вообще первого бага. Я думаю, она тоже была таким шажком на пути к становлению тестирования. Первый баг появился 9 сентября 45-го года. То есть, 7 дней, как закончилась Вторая мировая война. Да, я тоже, кстати, об этом подумал. Тогда компьютеры были большие, они состояли из транзисторов, были огромные серверные, где происходили какие-то вычисления. И в какой-то момент действительно такой компьютер отказал. Инженер встал со своего удобного кресла, допил кофе, пошел в эту самую серверную, проверил, что там происходит. И он увидел, что на плате лежит жучок, из-за которого произошло их замыкание, собственно. И он взял этого самого жучка, это, конечно же, была англоговорящая компания, положил его в журнал, в котором записывали все инциденты, и написал, что the first bug was found. То есть, был найден первый баг. Ну, если просто перевести с английского, первый жучок. Так вообще появился первый баг. И это было, наверное, первой предпосылкой про то, что что-то тестировать нужно. Но в реальности тестирование появилось в западных странах где-то в 60-х, 70-х годах. И целью тестирования было, не как многие сейчас считают, находить баги. Тогда это было явление... Баги были явлением редким на самом-то деле, потому что к софту, к программу относились очень ответственно, когда в мире всего существует 10-20 программ, в них не должно быть каких-то проблем на самом деле. И тогда тестирование воспринималось как использование программного обеспечения с целью подтверждения функциональности, то есть, что оно работает. Потом интересно, что на Западе уже в 90-х годах появилось понятие quality assurance, то есть не просто какое-то тестирование, а именно обеспечение качества на всех этапах производства ПО. К нам quality assurance, это понятие. И вообще quality assurance инженеры начали появляться только, по-моему, в 2007-2008 году. Ну, поздно. То есть, условно, до этого момента все, кто у нас был и занимался тестированием, это просто были тестировщики. Вот. Я сейчас тоже очень сильно топлю на счет того, что у нас просто сейчас тестировщики переименовались, quality assurance, да, инженеров. Это типа как сис-админы стали девопсами. Именно так, да, вот. То есть quality assurance — это не тестирование, это немножко разное. Я думаю, мы еще об этом потом поговорим. Поговорим, поговорим, конечно. Хорошо. Смотри, в самом начале я сказал, что ты у нас преподаешь курс автоматизированное тестирование Java. Давай сделаем немножко такой любез для наших зрителей. Нашим зрителям. Да. Есть понятие мануальное тестирование, оно же ручное. Есть понятие автоматизированное тестирование. Что это, с чем его есть, в чем разница между ними? Ну, разница как бы довольно проста. Мне нравится одно из описаний автоматизированного тестирования. Такое шуточное. Просто выключи монитор и тестируй. Вот. То есть в самом простом варианте мы берем какой-то инструмент, который позволяет полностью имитировать действия пользователя, но делать это автоматически. Но сейчас мы движемся уже немножко дальше, да, к тому, что на самом деле не обязательно тестировать, именно как… не обязательно автоматизировать, делая как пользователь. Можно автоматизировать тестирование даже не касаясь юзер-интерфейса, скажем так. Вот. Но тем не менее. Что такое мануальное тестирование? Да, это использование ПО так, как это делают обычные пользователи. Вот. А что такое автоматизированное тестирование? Это все то же самое, но автоматически, если в абсолютно простых каких-то словах. Хорошо. Я вот слышал, что есть такая штука регрессионное тестирование. Это что такое? На самом деле существует, мне кажется, просто вертикальный, знаешь, есть люди, которые обожают каталогизировать, типизировать и вообще описывать что-либо. То есть горизонтальное и вертикальное тестирование делится просто на массу каких-то типов, вариантов, методов, подходов. Вот. И в целом, если брать вот именно вот этот разрез, есть функциональное тестирование и регрессионное тестирование. Я очень люблю книжку Романа Савина «Тестирование.com», и он там приводит самый вот понятный пользователям пример. Есть лопата, она умеет копать. Если мы приделаем к этому лопате ручку и попытаемся за нее подержаться, то это функциональное тестирование. Мы протестировали, что фича работает. Соответственно, регрессионным тестированием что будет? Что, фича? Ты заговорился. Так, подожди, еще раз. Например, к ней приделать ручку, получается, к лопате. И потрогать, собственно, эту ручку, посмотрите, она не отваливается. Это функциональное тестирование. Да. А что будет являться регрессионным тестированием в таком случае? Как думаешь? Может быть, я тебя найму, если ответишь правильно. Нет, давай ты мне лучше подсказывай. Регрессионным тестированием в этом случае будет являться то, что лопата копает действительно. То есть после того, как мы всякие вот эти вот свистелочки добавили в нашу программу, в наш инструмент, он по-прежнему должен выполнять основную функцию. Вот это и есть регрессионная тестирование. Проверка, что все, что было до этого, работает, несмотря на то, что мы добавили что-то новое. Дим, смотри, если мы поставим так вопрос, мануальщики и автоматизаторы против друг друга, кто в топе, кто круче? Ну, абсолютно всегда в этом батле побеждали автоматизаторы. То есть когда-то, когда вообще тестирование у нас вот зарождалось, те самые 2007-й, 2010-й год и так далее, на самом деле, тестировщиками брали просто людей из ИНИАЗа, потому что мы больше работаем на кастомеров из-за границы, и если ты знаешь английский, то ты уже почти тестировщик, там мы тебя всему научим. Вот, было такое отношение. Сейчас уже такого не происходит на самом-то деле. Сейчас абсолютно любой тестировщик проходит курсы сначала, и это вообще не гарантирует, что ты попадешь в какую-то IT-компанию. Вот, то есть если брать какие-то цифры официальные, то сейчас конкурс на джуниор-тестировщика, на ручного тестировщика 14 к 1. Это… Не слабо. Да, это очень много, да. Если говорить здесь про автоматизацию, нужно стараться, нужно изучить технологии, нужно по-прежнему знать тестирование, и желательно и какой-то иностранный язык, да, английский в частности. И тогда мы получаем конкурс уже два человека на место. Ну, понятно. То есть конкуренция сама по себе меньше, то, соответственно, вероятнее, что ты спокойнее попадешь, изучив автоматизированное тестирование. Да, гораздо вероятнее, что туда попадешь. И если говорить именно про вилку заработных плат, то, конечно же, у автоматизаторов она всегда на порядок выше. Дим, такой вопрос. Есть ли вообще вероятность в ближайшее время то, что от мануальщиков компании начнут повально отказываться? Или все-таки они нужны? Ну, смотри, глобальный agile наступил, и один из принципов вообще agile – это автоматизировать все, что только возможно. Да. Вот, поэтому спрос сейчас на автоматизаторов, он очень велик, но здесь я всегда говорю, что мануальщики, они никуда не пропадут, потому что у людей есть те самые когнитивные функции. Люди могут определять, что перед ними находится. Машина, тестовый скрипт, компьютер, даже искусственный интеллект, он действует так, как ты ему скажешь. Он смотрит на те элементы условного интерфейса, которые ты ему сказал посмотреть. Не, ну подожди, но вот все-таки IE, ML, они сейчас очень сильно развиваются. И не настанет ли такая стадия словно через 10 лет, когда, в принципе, любой маломальски хорошо развитый IE будет заменять среднестатистического человека при выполнении таких операций? То есть ему будет понятно и не чуждо все, что мог бы сделать обычный мануальный тестировщик при своей работе? Даже, допустим… Нет, ну я понимаю, что мы так играем типа в бога, давай там типа подумаем, что там типа будет. Если это произойдет, да, первый аргумент здесь действительно отходит на второй план. Но есть второй аргумент, есть понятие ROI, то есть return on investment. Мы вкладываем какое-то время и надеемся, что это нам либо сохранит время, либо принесет деньги. И автоматизация тестирования, она как раз таки в целом направлена на то, чтобы сохранять время ручных тестировщиков. Вот. Есть проекты условно трехмесячные, есть проекты там полугодовые, какие-то небольшие довольно проекты. И ROI здесь от применения автоматизации, он всегда будет отрицательный. То есть автоматизация, она хорошо себя показывает на довольно длинном отрезке времени, словно от года и больше. Но здесь тоже зависит от программы на самом-то деле. Вот. И поэтому на коротких проектах всегда будут ручные тестировщики. Кроме того, есть еще один момент – коммуникация. Если говорить чисто про тестирование и валидацию, как это должно работать, окей, автоматизация может полностью заменить. Но есть момент коммуникации. Иногда у людей возникают, в том числе у Киэй, хорошие идеи насчет того, что что-то можно сделать иначе. Ну вот такие мои пункты. Но ты же автоматизатор, получается, ты тоже участвуешь в коммуникации в компании. Но ты групп-менеджер, это немножко другое. Я начинаю путаться. Собственно, у меня вот будет сразу следующий вопрос. Давай по дефинициям, кто такие вообще QA в компаниях? Вот. Давай разберемся. Давай. Вообще, в общем, в понятии, в ISTQB… ISTQB – это такая сертификация тестировщика. Которая у тебя есть. Да, которая у меня есть. Такая детская сертификация, да. Хорошо. Допустим. В ней есть четыре понятия ролей. Первое – тестировщик. Что делает тестировщик? Его еще называют адвокатом пользователя. То есть человек, который использует софт, так же, как пользователь, им максимально критично относится к софту и программистам, соответственно, репортуют баги, их фиксят, все, конец. Это тестирование. Дальше идет момент quality assurance. Quality assurance – это человек, который вникает в бизнес-анализ, человек, который вникает в работу разработчиков и занимается тестированием. То есть человек, который о процессах. У него на стыке все знания находятся, получается. Да. То есть человек на стыке, который смотрит за тем, что происходит, а не только занимается тестированием, предлагает какие-то свои идеи и так далее. То есть в идеале сейчас каждый человек, у которого есть quality assurance в его резюме, он должен участвовать в процессе, не только тестировать. Вот. Вот. Есть третья роль, которая называется quality assurance analyst, то есть аналитик, QA аналитик. Человек, который не тестирует. То есть он просто работает с данными, получается? Ну, но его данными являются, его входными данными являются, сколько мы багов находим, сколько у нас длится то самое регрессионное тестирование, нужна ли нам автоматизация или не нужна, а что мы от нее получаем. Получая вот эти вот данные, он делает какие-то рекомендации, либо изменяет процессы так, чтобы это было максимально эффективно. Генерирует решение условно, да? Да. И в больших компаниях, типа Google, Microsoft, Netflix, должность QA аналиста очень актуальна. Есть четвертый человек, мне не очень нравится, что выделяют такую роль отдельно. Это как раз таки автоматизатор, тест-автоматизатор, который вроде как занимается только автоматизацией тестирования. Вот. Я всегда говорю о том, что QA, Quality Assurance Engineer, это человек, который умеет тестировать, умеет автоматизировать, и человек, который знает что-то о бизнес-анализе и программировании. Вот. То есть кем я являюсь в тот момент, когда нужно автоматизировать, я автоматизирую, когда нужно тестировать, я тестирую, а когда с процессами что-то не так у вас на проекте, я сделаю хорошо с процессами. Короче, человек-оркестр. Да. Что тебе там? Приятно познакомиться. Хорошо. Ты в качестве, ну, я не знаю, там, рабочего инструмента языка программирования для автоматизации используешь Java. Знаешь, что есть еще Python или Python? Что лучше? У меня еще был опыт, кроме Python, с JavaScript-ом. Это был мой следующий вопрос. Можем его переместить сюда. Какие просто еще языки программирования можно использовать для автоматизации? Ну, во-первых, для автоматизации можно использовать вообще все, что угодно, да. Как правило, если говорить о самой-самой стандартной автоматизации, которая, если мы будем говорить о веб-тестировании, либо о мобильном тестировании, она происходит с помощью библиотеки, которая называется Selenium. Эта самая библиотека Selenium существует реализацией под все языки программирования. Это может быть Ruby, Python, JavaScript, Java, C Sharp, C++, все что угодно. Все что угодно. На чем написано, на том тестируем, условно, получается так. Да. И когда идет, ну, один из первых, в общем-то, вопросов, собственно, первый вопрос, нужно ли нам автоматизировать? Второй вопрос, а на каком языке программирования мы будем автоматизировать, да. Кто решает этот вопрос, на каком языке берем автоматизацию? Как правило, это решается всей командой, если мы говорим об agile, да, но иногда, если говорить об аутсорсе каком-то, то все-таки заказчик оценивает риски, он понимает, что если мы сейчас напишем на другом языке программирование, которое нам предлагают, то мы не сможем это саппортить, и нам нужно будет искать еще человека на стороне, да. Поэтому, как правило, самым правильным решением все-таки является использование языка программирования, который знают программисты. Все почему-то холят или леют идею насчет того, что программисты будут поддерживать тесты. Вот этого почти никогда не происходит. То есть все эти байки, то, что там программисты покрывают, если написано код тестами, это все байки? Это юнит-тесты, это другое. Расскажи, что такое юнит-тесты. Я обожаю, мог бы сейчас нарисовать, но не буду рисовать, да, просто начерчу в воздухе про пирамиду тестирования, да, есть юнит-тесты, максимально быстрые тесты, которые покрывают внутреннюю логику приложения. Есть интеграционные тесты, тесты, которые несколько модулей приложения юнитов тех самых объединяют, смотря, что они вместе работают корректно. И есть медленные тесты, как я их называю. Это вот тот самый селениум-тесты, которые полностью имитируют то, как пользователи взаимодействуют с системой. Вот. В идеале это пирамида, то есть юнит-тестов максимальное количество, интегрейшн чуть поменьше, селениум-тестов еще меньше, то есть UI-тестов еще меньше. Почему? Потому что вот эти тесты быстрые и довольно дешевые в разработке и стабильные, а все, что выше, тем меньше у нас стабильности, они иногда сами по себе падают, потому что зависит от интернет-коннекшена, допустим, скорости работы браузера и так далее. Было такое в твоей практике? Расскажи самый главный прикол, который связан с тем, что вот браузер подвел или там интернет-коннекшен. Слушай, ну я всегда говорю своим студентам, что вы знаете, 90% времени вы будете смотреть на то, как ваши тесты падают, потому что в тот момент, когда ты разрабатываешь, он все еще не работает. Как только ты его разработал и ты его отправил куда-то там на удаленный сервер, где он запускается каждый день, и он зеленый, он нас не волнует. Как только он падает, приходится уже разбираться, это в итоге баг или это проблема с нашим тестовым фреймворком и нужно каким-то образом запортить. Ты знаешь, каких-то интересных таких случаев у меня, наверное, практики не было. Какие проблемы с браузерами возникали? Сейчас в голове сразу возникло. Допустим, ты запускаешь у себя на локальной машине, ты работаешь на Windows, вот, когда на удаленном сервере, допустим, там может быть не Windows, а Ubuntu. Ну, Linux. Да, какая-нибудь Linux-подобная система. Ну, все равно это запускается в Chrome-браузере. У меня была проблема в том, что, и при этом это удаленная машина, ты не видишь того, что там происходит. Вот, максимум ты можешь видеть скриншот финальный. И просто у меня что-то куда-то не кликалось. Я очень долго разбирался, я подключался туда через RDP в итоге, смотрел, как это все-таки происходит. Наверное, дня полтора потратил, в итоге оказалось, что там есть одна странная ссылка, которая пытается открыть почему-то именно на Linux стороннее приложение из браузера. Типа, давай, может, мы откроем это приложение, откроем эту ссылку через там видеопроигрыватель. Оказалось, что это в итоге баг, который воспроизводится только на Unix-подобных системах. Дело в том, что там программист допустил одну описку буквально вот в одном символе. Если на Windows это воспринималось как окей, то есть эта ссылка по-прежнему открывалась через браузер, то на Unix именно такое расширение, оно рассматривалось как что-то для там видеоплееров. Вот. Долго. Долго, мучительно, но ты нашел решение. Сколько, три дня? Да, около трех дней в итоге ушло на это. Чума, чума, конечно. Но я сам пофиксил в итоге этот баг. Ну, ты молодец, на самом деле, это круто. Тебе хватило, кстати, терпения. Это то, что должно быть в твоей профессии вообще, в принципе? Ну, абсолютно верно. То есть последний проект, который я разрабатывал для автоматизации именно тестирования, в нем 27 тысяч строчек кода. 27 тысяч строчек кода, которые написаны вот этими руками. Некисло. Вот. Если в начале работа по созданию инструмента для автоматизации, она интересная, это что-то связанное с программированием, да, ты думаешь, какие-то алгоритмические вещи решаешь, то как только этот инструмент полностью готов и он сделан хорошо, ты просто набрасываешь как будто из конструктора, из кубиков просто тесты. И вот их уже нескончаемое количество, и это может быть немножко занудно. Смотри, Дим, готовя интервью с тобой, хотелось взять каких-то немножко хайповых тем, которые сейчас существуют в мире автоматизированное тестирование, в принципе, тестирование. Встречаясь с тобой за неделю до нашего интервью, ты мне сказал, что сейчас есть такие чуваки, специалисты, как QA-опсы. Я так понимаю, это сочетание QA-щиков и DevOps-ов. Хотелось бы, в принципе, понять и мне, и нашим зрителям, кто такие DevOps-ы. Что это вообще за… А я могу сразу тебя по-челленджить? Ну, давай, давай, давай. Хорошо. Хорошо. Что такое DevOps? DevOps? Кто такие DevOps? Что такое DevOps? Ну, условно, это сисадмины, которые отвечают за то, чтобы все работало стабильно. То есть, условно, было налажено соединение, ПО между собой, нормально взаимодействовало. Что такое в моем представлении? И ты уже по моей ехидной улыбке понимаешь, что я считаю не так. Ну, давай, давай. Там на метапах, на которых я выступаю, я обычно спрашиваю, ребята, поднимите, пожалуйста, руки, да, кто считает, что DevOps- это прокачанный сисадмин. Там кто-то поднимает, такой, все, все, до свидания. Мне с вами неинтересно общаться. Ясно. Да, DevOps- это культура в первую очередь. То есть, состоит оно из двух, как бы, слов. Dev, то есть, development, и Ops, то есть, operations. То есть, операции вокруг разработки, связанные. Вот. И эта культура, она о том… Мне нравится на Heisenbug, есть такая конференция по quality assurance как раз, таки по тестированию. Вот, на Heisenbug было очень интересное определение. Оно говорило о том, что DevOps- это культура T-shaped people. То есть, представляем себе букву T. Да. Разосторонний раз этих условий. Да. То есть, у человека есть сильный стержень, он точно знает что-то в тестировании, и он должен немножко знать что-то в бизнес-анализе и в разработке. Соответственно, бизнес-аналитик должен знать хорошо в бизнес-анализе, немножко в тестировании, немножко в разработке, опять-таки. И мы имеем вот такую команду кросс-функциональную, ту самую, о которой говорит Agile, где каждый немного понимает работу соседнего человека и не теряет, соответственно, время на том, чтобы передавать какие-то простые вроде бы задачи в другой отдел, другому человеку, а может сделать это сам. Ну, слушай, ну, можно рассматривать это условно как работа с бюрократией, ну, условно, да, можно рассматривать это как сокращение сдержек для компании. Да, абсолютно верно. Вот, в итоге DevOps, да, это такая культура, которая говорит о том, чтобы девелоперы сотрудничали, изначально действительно девелоперы сотрудничали с админами или с operations team. Как это максимально автоматизировать этот процесс? K-Ops — это каким образом автоматизировать процессы, связанные с K-A. То есть, из таких задач я могу сказать о разных интеграциях CI-серверов и каких-то test case management tools, о генерации тестовых репортов, которые могут происходить автоматически, да, о той же настройке continuous integration вообще для тестирования, да, запуска тестов грамотного, потому что порой автоматизаторам не хватает этих знаний, когда приходит человек, у которого есть бэкграунд в автоматизации, и есть бэкграунд хороший в настройке CI, то вот он становится K-Ops тем самым. DevOps — это тот, который отвечает, в принципе, за CI. Ну, реальность такова, что да. Человек, который хватает Jenkins и начинает что-то автоматизировать. Давай пару слов тогда для наших зрителей, что такое CI-CD, чтобы просто вообще понимать эту связку, которую очень часто можно увидеть даже в вакансиях на Jobs.ru. Хорошо. Continuous integration — это процесс, который направлен на то, чтобы приложение быстро собиралось, запускались на нем тесты, деплоилось на нужный сервер. Разворачивалось. Может, для зрителей хорошо. Разворачивалось. Это самый простой и банальный вообще подход к continuous integration, да. В этот continuous integration pipeline, так сказать, вот в эту вот очередность действий может включаться очень много всяких процессов. Это могут быть те самые юнит-тесты, могут быть selenium-тесты, может быть там хоть нотификации по e-mail или в мессенджерах о том, что что-то произошло, да. Continuous… Систра чат. У нас проблема. Да. А continuous delivery, он… Это такая практика частых деплоев на продакшн. Кому это надо? Каким компаниям, каким сервисам? Примеры, есть какие-то вообще? Facebook это надо? Ну, у нас постоянно все IT-компании просто молятся на Netflix, потому что, вау, у них происходит просто некоторые десятки деплоев в день, причем разные юзеры видят разные версии приложения, они проверяют разные гипотезы, так называемое A-B-тестирование, да, когда одни юзеры видят это, вторые юзеры видят это. Если эта гипотеза не взлетела, то им мы заменяем функциональность, да, возвращаем ту же, которая взлетела в итоге. То есть вот такие сервисы, которые, во-первых, у нас крутятся в клауде, которыми пользуется большое количество пользователей, для них это актуально. Вот. Я не понимаю, когда компании, у которых софт банковский, который деплоится раз в полгода, там говорят, что у них continuous delivery. Ну, какое у вас delivery, если раз в полгода только приносите обновления? Ну, ты же по каким меркам continuous delivery? У меня есть очень шикарный пример continuous delivery. Я работаю сейчас с одной с клауд тест-кейс менеджмент систем. То есть я там пишу свои тест-кейсы для тестирования, да, и каким-то образом их экзекютую. И иногда, ну, я же как тестировщик, я нахожу там баги. Вот. Я быстренько обращаюсь в саппорт, пишу, извините, тут не очень критично, но вообще вот есть вот такая вот проблема. Спустя 7 минут мне приходит ответ из саппорта о том, что, да, уже пофиксили, проверяйте. А вот это continuous delivery. Качество. То есть сразу сделали, ты прислал, отработали и готово. Да. И я уверен, что у них есть, собственно, и понятие continuous integration. То есть прежде чем выкатить обновление, оно прошло через все стадии тестирования, по сути, автоматизированного, и попало быстро на production. И им голова не болит насчет того, что что-то другое сломается. Еще одна хайповая тема, про QA Ops поговорили. Есть такие чуваки, Software Development Engineer in Test с Деты. Кто это? Такая очень сложно выговоримая аббревиатура. Да, понимаю. Зарождение тоже, конечно, произошло в больших интерпрайзных компаниях. Да, это Google, это Microsoft, и, по-моему, в книге «How Google Test Software» вообще первый раз она упоминается, вот эта аббревиатура. Вот мы говорили про пирамиду тестирования, да, о том, что есть и юнит-тесты, и integration, и какие-то selenium-тесты. Вот. Просто базовый автоматизатор, он, как правило, умеет работать только на двух верхних уровнях. Это человек, который может писать интеграционные тесты, используя там REST API или веб-сервисы, который может делать имитацию пользователя с помощью selenium. Вот. До юнит-тестов они очень редко добираются. И родилась вот благодаря вот этой DevOps-культуре, собственно, тоже такая смежная какая-то профессия, вот этого ZData. Это человек, который может и немного исправить код, так, чтобы этот код был тестируемым, написать юнит-тесты. То есть человек, который выбирает, на каком уровне этой пирамиды ему тестировать. И если ему не нравится приложение, как оно сейчас работает, он может делать в нем рефакторинг и потом написать юнит-тесты под него. Либо если ему не хватает каких-то, так сказать, предусловий для своих тестов, там, условно, не хватает REST API-инпоинтов. Возможно, схема базы данных не такая, что он может создать нужные ему данные перед тестами. То он просто делает изменения в коде продукта, после чего делает изменения в тестах. То есть это улучшение качества за счет работы как с самим продуктом, так и с работой тестов. Интересно. Смотри, мы с тобой очень много пообщались. В принципе, я благодаря тебе понял, чем же занимаются автоматизаторы в компании. Не бывает ли такого в практике, что все-таки тестировщики со временем, а все-таки тестировщики-автоматизаторы – это те люди, которые знают немного программирования, может, даже немного, уходят в разработку? И, соответственно, бывали ли в твоей практике случаи, когда происходило обратное движение, то есть программисты, наоборот, становились тестировщиками? Ну, отвечая на вопрос, стоит ли уходить? Да, пожалуй, стоит уходить, если мы будем думать именно о каких-то деньгах, если мы будем говорить об интересности задач. Потому что программирование – это гораздо более сложная вещь, хотя и более сложная, но тем не менее более интересная. Ты все-таки немного творец, да, в этом плане. Есть над чем подумать, холить, лелеять свой продукт, который ты развиваешь. Но если говорить именно о конверсии, о каком-то переходе из автоматизатора в программисты, я скажу, что это 5% случаев буквально, потому что все-таки программирование и чистое автоматизаторное тестирование – это разные вещи. Слушай, обратное есть или нет? Да, кстати, вот у меня недавно на митапе один из слушателей спрашивал, а вот я вообще программист, и мне нравится тема автоматизированного тестирования, стоит ли мне переходить? Я ему вот продал вот эту идею Software Development Engineering Test, потому что человек с таким бэкграундом может делать очень хорошо в сфере именно автоматизированного тестирования. Вот, и опять-таки, если брать какие-то продуктовые компании, то здесь вот эти рамки даже по деньгам между автоматизаторами клевыми и программистами, они тоже начинают растираться. Вот, то есть мое мнение здесь, что если ты занял какую-то нишу, то тебе будет довольно сложно перескочить в другую. Вот, это титанические усилия на самом-то деле, и это редко происходит, но оно того стоит, всегда стоит расти, потому что, знаешь, как японцы говорят, что нужно менять сферу своей деятельности каждые пять лет. Это хоть какое-то, но смена деятельности. Не, ну типа прикольно, но знаешь, типа японцы, они что же живут таким ощущением, что прикольно работать в одной компании всю жизнь. И это тоже есть. И как бы вот это вот так вот наславится, то есть получается они просто меняются, ну то есть какой-то, я не знаю, там горизонтальный, наверное, у них рост там идет, то есть условно захотели, там сегодня работают на одном месте, потом перешли на другой какой-нибудь департамент компании, там уже работают. Ну, если брать именно мой личный пример, допустим, за счет того, что я в тестировании уже больше восьми лет, знаешь, сначала я работал на зачетку, теперь зачетка работает на меня. Согласен. Передо мной очень многие двери в итоге на данный момент открыты, да, и я сделал себе очень большой такой багаж знаний, вообще сильный бэкграунд. Если бы я свищнулся в какой-то момент все-таки на программирование, то сейчас бы я был бы, возможно, таким среднячковым программистом. Нет, ну, конечно, спустя, даже если бы ты, там условно, спустя четыре года уходил бы в прогу, то было бы сложно, то есть это еще было бы четыре года сверху, но, конечно. Если ты умеешь взять свою область и сделать с ней хорошо, ты в любом случае будешь в топе. Я согласен. Да, так вот, продолжая разговор, больше восьми лет в профессии, очень долго. В каких компаниях ты работал и как происходил твой профессиональный рост? У меня очень теплое воспоминание о своей первой компании, которая называлась Light Testing. Она все еще находится на Fabricius, я сейчас недалеко, на самом деле, в офис моей текущей компании находится. И мне сильно повезло, что я тогда попал на проект, который называется London Stock Exchange. То есть, лондонская биржа ценных бумаг. Там были невероятные трейдинговые алгоритмы. Я очень много знаю, на самом деле, про биржевую торговлю теперь. И мне эта тема, на самом деле, связанная с деньгами и с торговлей очень интересна. То есть, для меня, как бы, Форекс сейчас кажется, ну, таким детским садом, потому что я видел, как выглядит именно торговля ценными бумагами и какие там вообще есть возможности. Вот. Я там проработал около трех лет больше. И уже в этой компании я начал, собственно, реализовывать себя не просто как тестировщик, а как и автоматизатор в том числе. Потом у меня была компания Adamantium. К сожалению, она недавно обанкротилась окончательно. Но компания... Потому что ты ушел от этого. Давай это свяжемся с этим. Я всегда хотел бы так думать, что когда ты уходишь из компании, сзади просто происходили взрывы. Вот. Но это было не так. Мы занимались там разработкой и тестированием платформы для открутки интернет-рекламы. То есть, я опять-таки знаю, почему вам показывается именно этот какой-то баннер на сайте. Ну, на основании того, какие куки у тебя сейчас находятся, какие сайты ты до этого посещал, каким браузером ты пользуешься, какой у тебя язык. То есть, вот эти алгоритмы тоже у меня довольно... Много всего. Я проработал. Потом была компания WorkFusion. Тут я немножко... Небезная компания. Немножко соприкоснулся с Machine Learning, Artificial Intelligence. Хайпанули немножечко, так сказать. И там я уже начал занимать какие-то более лицкие должности. Лицкие. Лицкие классы и лицкие кеды. Да. Ну, важным человеком. В общем, был с классом, с кедами, да. Это ты из Лидовича, что? И потом у меня была компания, в которой я сейчас работаю. Это компания IT-Hard. Сейчас я занимаю позицию кей-групп-менеджера. Но в том числе я занимаюсь тем, что где-то помогаю по тестированию, где-то по автоматизации, но это больше уже такая архитектурная работа, как сделать хорошо на тех или иных проектах. И я думаю, что стоит упомянуть, мне всегда HR-ы говорили, что ты знаешь, вот это Дима, у него 8 лет опыта, но... Все, наверное, сразу, о-о-о, ясно, сейчас начнется. Но стаж работы 16, потому что почти всегда у меня была какая-то деятельность на фрилансе. То есть я долгое время, около 5 лет, я сотрудничал, мне посчастливилось с одним и тем же человеком. Мы запустили вместе 3 стартапа. Я там занимался тестированием, автоматизацией. У нас была небольшая команда. И это тоже был очень крутой опыт, потому что вот эта диверсификация вообще своих знаний, умений, каких-то инструментов очень мне помогли. Слушай, ну, окей, сейчас войти в Hard Group, а что реально входит в твоей обязанности? Вот так вот, 5 пунктов. За это отвечаю я. Как это пишется обычно по канцерам? Слушай, я попробую просто объяснить это таким простым одним предложением. Моя задача в том, чтобы нанимать людей и чтобы потом находить этим людям проекты, на которых они будут работать, да. Вот как только вот этот коннекшн нашелся, то, значит, все мои задачи, в принципе, выполнены. Но есть нюанс в том, что чтобы был customer success, так называемый, то есть все-таки чтобы customer был счастлив, как работают наши сотрудники, то, собственно, происходит очень много общения на пресейлс каких-то. То есть мы предлагаем эстимации, предлагаем методы, какими мы будем тестировать и какие здесь больше применимы. Мы потом тоже занимаемся мониторингом того, как все происходит на проектах. Где-то говорим, что, знаете, вам здесь автоматизация пригодится, а здесь ручное тестирование, здесь, возможно, кей вообще не нужен. Вот, то есть вот единогласно сказать, прям, чем я точно занимаюсь, сложно. Сложно. Ну, потому что на стыке у тебя, понимаете, что это... Да, это часть какого-то ресурсного менеджмента по найму и поддержанию счастливого, уровня счастья людей, да. Само собой. Вот, это часть, отвечающая за деливери, то есть чтобы кастомеры были happy и чтобы мы за это зарабатывали деньги, вот. И какая-то, ну, порой бывает часть, которая связана с продуктовым менеджментом, потому что у нас тоже есть внутренние проекты, и ты участвуешь там все-таки как вот стейкхолдер, то есть человек, который заинтересован в том, чтобы проект был сделан качественно. Если брать классическую иерархию, когда располагаются разработчики там по уровню, то есть там junior, middle, senior, lead и так далее, где позиция QA-групп-менеджеров твоей компании? Сейчас все... Почему она равна? Сейчас все больше компаний идут к тому, чтобы сделать флэт-структуру, так называемую, где все условно равны. И, ну, во-первых, почему такая структура, она полезна? Потому что она развивает конкурентную какую-то борьбу между разными там юнитами, командами. И структура этих артов это, по сути, топ-5 человек, а потом идет такой большой слой групп, большой слой групп и delivery management, то есть это около 50 человек. В принципе, все. Ну, интересно. Ну, знаешь, я на самом деле к равенству отношусь так, немножко скептически, потому что всегда есть те, те, кто ровнее других условно, да, и ты прекрасно понимаешь, что, опять же, всеми этими департаментами или этими группами кто-то управляет в любом случае. То есть полностью всем равными в подразделении очень сложно быть. Но окей, я в принципе понял. Ну, то есть условно есть 1500 человек в компании, да, в которой сейчас, ну, я в топ-50, скажем так, которые занимаются управленческими обязанностями. Вот. Ну, в моей группе сейчас около 15 человек. И ты один, получается, ребятами управляешь, ну, если так можно сказать, помогаешь им и менеджеришь команду. Да. Здорово, здорово. Карьерный потолок он достигнут или еще нет? Я сам, на самом деле, задаюсь этим вопросом, потому что если говорить именно про тестирование, то у меня всегда складывается ощущение, что я все знаю, да, есть какой-то горизонтальный, возможно, рост, типа я не знаю эту технологию, эту технологию, но я могу вместо них использовать то, что я знаю. Вот. И поэтому пока я не вижу какой-то следующей цели, которая касается менеджмента, но я думаю, что в QA я все. Ты исполнил. Здесь ты полномочия, все, да? Да. Хорошо. А как твой стандартный рабочий день выглядит? Вот ты приезжаешь на работу, и что дальше? Я, наверное, расскажу про самые интересные моменты в моем рабочем дне. Мне нравится общаться с людьми, и вот чтобы вот ту самую ресурсную часть моей работы закрыть, мы проводим периодически one-to-one митинг, так называемые. То есть с каждым из своих людей я иногда разговариваю. И это не митинг насчет того, так, как дела на проекте, как ты выполняешь свои какие-то перформанс-цели, сколько тебе нужно денег и так далее. Это митинг о том, как твои дела вообще, как ты себя чувствуешь. И тебе за это платят. Уже. Да, я всегда мечтал быть психологом, нет, на самом деле барменом, ну, психологом тоже было бы неплохо. Хороший бармен – это хороший психолог. Именно, да. И вот такие one-to-one митинг, на которых просто спрашиваешь, как вообще дела, и пытаешься понять, беспокоит ли что-то человек, а не беспокоит. Пытаешься решить какие-то проблемы, касающиеся работы. И иногда не только работы. Мне очень нравятся случаи, когда в итоге ты становишься настолько близок с сотрудником, что становишься почти лучшими друзьями. И в случае, если у него что-то происходит, это тоже обсуждается, в том числе и на работе. То есть это какая-то часть моей работы. Вторая часть моей работы – это эстимации на каких-то пресейлах. То есть вам, знаете, дают три страницы о том, как будет выглядеть приложение, и ты должен написать 10-страничный документ насчет того, как ты будешь его тестировать. Какой срок? Ну, вот приблизительно, особенно, три страницы по поводу проекта и 200 страниц твоих комментариев. Сколько тебе на это время нет? Не 200 страниц, а 10 страниц. А, 10 страниц. Ну, смотри, мы работаем со стартапами, и поэтому здесь все очень по-разному. Чем быстрее ты ответишь, тем будет лучше. Ну, и тем лучше, перехватишь проект условно. Да, да, да. Условно это так работает. Ну, я бы сказал, дня два у тебя на то, чтобы это сделать. Но при этом ты работаешь параллельно над разными из пресейлов. Вот. Пожалуй, все, что я тебе расскажу. Хорошо, хорошо. Дим, тестировщики и, в принципе, разработчики, особенно в крупных IT-компаниях, люди немножко избалованы. Какими плюшками могут похвастаться сотрудники компании IT-Hard? Что входит в такой стандартный соцпакет сотрудника? Давай я попробую вообще рассказать про мир IT, про такие самые необычные, что ли, плюшки, которые там существовали. Мне очень нравится вообще базовый пакет, который есть в некоторых компаниях про медицинские страховки. Да. Абсолютно во всех медицинских центрах, причем в Беларуси, где тебе не нужно заранее записываться, а можно прийти, обследоваться у нужного врача и на выходе условно сказать, я из IT-Hard. Мне такие, да, хорошо, мы приняли, типа с вас никаких денег абсолютно не нужно. Это очень крутая плюшка, мне она очень нравится. Какие-то компании, вот, собственно, когда я работал в Adamancium, я занимался хоккеем. Еще одна страница твоей жизни. Да. Было не совсем серьезно, но тем не менее, была возможность заниматься хоккеем в хоккейной команде, давалась экипировка, вот, и были в том числе и игры с другими IT-компаниями. Такой хороший бонус. Если говорить о каких-то стандартных вроде вещах, ну, уже там, знаешь, печеньки и молоко с кофе вместе в офисе, это уже какой-то пройденный этап. Мне очень нравилась компания Adamancium, были корпоративные роллтоны. Какой-то был год. Поверь, ты недооцениваешь роллтоны. Если ты забыл с собой, хоть если ты проснулся после бара в 7 утра, ты срочно бежишь на работу и видишь эти роллтоны, это самое лучшее, что с тобой вообще может случиться в жизни. Вам надо было привозить всю съемочную программу, эту компанию. Съемочную группу, короче, из компании роллтон, чтобы они у вас вот это все снимали, чтобы самые главные промоутеры, их продукции, амбассадоры. Счастливые айтишники. Наш код становится качественным и с каждой ушкой бульона. Кстати, какой самый любимый был? Роллтон? Да, с курочкой или говяжьей. Мне очень нравится. Да, кстати, говяжий. Не грибной. Там, по-моему, и синее. Она такая фиолетовая. Фиолетовая была. Спалились. Почему мы знаем вкус роллтона? Ладно. Вот. Ну, наверное, по самым таким интересным плюшкам все. Дим, помимо профессионального опыта, плюшек, которые предоставляет компания, какие еще бонусы ты извлекаешь для себя при работе в компании этих арт-групп? Что ты еще конкретно делаешь, что компания тебе дает? Ну, один из самых вообще крутых бонусов. Я вообще свой менторинг, преподавание стартанул в прошлом году. Это какой-то был первый опыт паблик-спикинга, да? В IT-харт большое внимание уделяется как раз-таки обучению людей. То есть, это реально очень крутой опыт именно в обучении там, медлов, джуниор-тестировщиков, причем как автоматизаторов, так и мануальщиков. Вот. И вторая вещь, я начал уже по-взрослому, так сказать, выступать. То есть, там приходилось делиться своим опытом на аудитории, сторонней аудитории, не за IT-харт, но там 70 человек, на 110, на 160 было самое большое мероприятие. Не сильно. Да, и от этого я получаю огромную просто энергетику. выступление, публичное выступление именно АКВА, это то, что мне очень нравится. Ты получаешь то, что ты хочешь, собственно, сейчас. Да, да, да. И вот один из самых ценных бонусов, который я сейчас получаю в IT-харт. И это, в принципе, открыто абсолютно любому человеку. То есть, буквально вот завтра я еду в Могилев выступать на митапе. Там сейчас 110 регистраций примерно. Он абсолютно бесплатный. Ну, мне нравится делиться опытом. И если тебе есть что рассказать и ты хочешь работать с компанией. Ты мне фото, пришли с Могилевой обязательно. Лучше даже видео. Хорошо. Вот. И если кому-то есть в IT-харт рассказать о чем-то, то запросто можно, да, поехать в какой-то город. И в Минске, в том числе, есть митапы. Выступить, рассказать о том, что ты знаешь. Если это, конечно, будет полезно. Здорово. Ну, это на самом деле ломает стереотипы, потому что, знаешь, понятно, что как бы IT-шка тоже не стоит на месте, не мировая, не наша, но там еще пару лет назад типа, ну, IT-шник приходит на работу, что-то там сидит, кодит туда-сюда и как бы в своем замкнутом мерке находится. Тут получается, что вы особенно, сейчас я слаблю мысль, но вот говоря про тебя, знаешь, ты и профессионал своего дела, но одновременно с этим ты человек публичный, то есть это такое развитие абсолютно других навыков. В этом плане реально это круто. Тогда давай сразу про преподавание. Ты пришел туда год назад, что тебя побудило прийти к преподаванию, чего тебе не хватало на тот момент? Ну, уже больше года назад я пришел, я начал изначально преподавать ручное тестирование в одном образовательном центре. И пришел я туда, конечно же, случайно. Кто тебя туда привел? То самое правило семи рукопожатия, оно работает. То есть когда-то я работал в одной компании вместе с девочкой из Light Testing, потом мы вместе работали в Work Fusion, хотя в Light мы работали не в одно время, да, а в разное время, но тем не менее какой-то коннекшен у нас есть. И один из парней из Light Testing начал преподавать в центре. Он написал этой девочке, девочка написала мне и вот так вот, в общем... Пошел-поехал. Да, правило семи коннекшенов, оно, собственно, сработало, я всегда отвечаю «да». Почти на любые предложения. Как фильм с Джимом Керри всегда говорит «да». Да, 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 да. И это был тот случай, и я вообще ни капли не пожалел, то есть с какими-то из своих учеников я все еще поддерживаю связь. Это был очень крутой опыт. Сейчас я преподаю, соответственно, автоматизацию тестирования. Если тогда это вообще была программа, которая была наполовину уже готова, нужно было совершенно немножко заниматься ее разработкой, то здесь уже программу создавал под себя, чтобы обучить людей, которые в будущем могут работать в том числе и у меня в компании. Ну, да, да. Им есть чему стремиться, если так скажем, при походе на твой курс. Дим, давай вспомним твое первое впечатление. То есть, вот, ты приходишь в качестве наставника в свою первую учебную группу, перед тобой вот эти вот 10 пар глаз, которые смотрят на тебя несколько открытых ртов. Хорошо, что не пар. Вот. И, собственно, твое впечатление, что было внутри? Было ли тебе действительно как-то неловко? Ну, ладно, хорошо, не буду подсказывать. Реально, твои ощущения. Ну, с первой группой было вообще страшновато, конечно же, да, это, если не первый паблик спектр, такой опыт. и я репетировал заранее, прочитывал те лекции, которые я планирую рассказывать, вслух в том числе. Перед зеркалом? Конечно, конечно, вот. В общем, волновался прилично, но когда уже началась вторая группа, то я, многие очень ошибки, в принципе, которые у меня до этого случались, я их поборол. Во-первых, нужно сначала понять вообще перед кем ты выступаешь, какой у них уровень знаний. И в первый же день я, как правило, даю исходный тест, да, который вообще, чтобы понимать, насколько человек дружит с компьютером, насколько он дружит с интернет-технологиями, какими-то языками программирования и так далее. И чтобы найти того вот среднего слушателя, на которого ты будешь вещать. Ну, вот так это было. А вот в текущем курсе, который вот в нашей школе Тичмиско-Успит, ты преподаешь, на чем ты делаешь активный упор? Чего ты требуешь от ребят прежде всего? Ну, у нас 85% практики. И мне что нравится? Ну, как мне свой курс не может не нравиться, конечно, да? Что мне нравится в своем же курсе? Мы работаем, по сути, с помощью разных тем, разных инструментов, мы работаем над своим портфолио. То есть, на выходе мы имеем, по сути, гитхаб-репозиторий, в котором есть некоторое количество проектов, где мы реально что-то заавтоматизировали. чтобы наше резюме, когда по окончании курса, которое мы получаем, чтобы оно было не просто сухое насчет того, что я знаю какую-то теорию об этом, об этом, и, возможно, это использовал, а чтобы мы могли просто взять ссылку на гитхаб-репозиторию и сказать, вот, я умею автоматизировать. Понял. Ну, рынок курсов тестирования, я думаю, наверняка ты просматривал, изучал. Что вообще ты можешь так пару слов сказать? То есть, есть ли действительно хорошие курсы, после которых ребятам можно спокойно попасть в IT? Ну, сколько у нас? Мне кажется, около 20 образовательных центров. Ну, около того, да. Да, мне кажется, около 20, и, конечно же, всех абсолютно, кто идет на эти курсы, интересуют два вопроса. А устроите ли вы меня на работу? А сколько денег я буду после этого зарабатывать? Вот. И какие-то из компаний лукавят и говорят о том, что да, у нас стопроцентный там employment, вот. Какие-то говорят о том, что вы знаете, наша статистика вот такая, да, у нас устраивалось там условно 50% человек, вот. Третьи говорят о том, что, говорят честно причем, о том, что у нас есть взаимодействие с HR-агентствами какими-то, либо с компаниями сотрудничества, и лучших учеников мы будем преподавать, лучших учеников мы будем рекомендовать. Вот. Ну, это на самом деле самый частый такой вариант развития событий, но он, по крайней мере, честный. То есть, если говорить, допустим, про IT-академию, ну, которую многие, я думаю, слышали, они предлагают потом идти в лабу ПВТ, вот, которая тоже, на самом деле, ничего не обещает, и поэтому здесь тоже не стоит говорить о 100% попадании. Ну, я согласен, да. Это в любом случае батарея и твое усердие в первую очередь. Наверное. Какие реальные шансы после обучения у тебя на курсе попасть в IT? Ну, вот как ты считаешь, каким должен быть тот студент, который к тебе идет, чтобы вот в итоге ты сказал, да, этого парня я завтра или там, или девушку я заберу к себе, не буду сексистом, парни. Я всегда говорю, что хороший автоматизатор должен обладать четырьмя качествами. Первое, он должен быть хорошим тестировщиком, и часть занятий у нас именно про это, о тестировании. Он должен знать хорошо язык программирования, и у нас первая часть занятий, которую веду не я, она как раз-таки языки программирования, а Java. Третья часть, это, собственно, автоматизация и тестирование. Здесь уже полностью моя ответственность, скажем так. Вот. И четвертая часть, ну, я объединю, это английский язык и коммуникационные навыки. То есть, есть люди, которые невероятно клево схватывают все на лету, но не умеют общаться. Это беда. Ну, собеседование, это во многих компаниях, на самом деле, собеседование, это поговорить, поговорить о жизни. Если ты, как человек, не проявляешь свои soft skills, какие-то так называемые, то ты не получишь эту работу. Вот. Поэтому берем вот эти четыре ингредиента, смешиваем воедино, получаем идеального человека. Если говорить о реальных шансах, у меня был опыт преподавания мануального тестирования, конверсия там была порядка 30%. Ну, это хорошая конверсия. Это, на самом деле, мне кажется, самая справедливая конверсия, которая может быть, если ты берешь миксованную группу. Вот. Люди, которые с разным абсолютно бэкграундом приходят на курс. И это, ну, напомню про цифры, где 14 к 1 идет вообще конкурс. То есть, я считаю, это скорее позитивным каким-то нам. Ну, да, да. Позитивной статистикой. А если говорить об автоматизации, где конкурс вроде как 2 к 1, и говорить о какой-то статистике предыдущих групп, которые мы выпускали, то можно говорить о конверсии более 50%. Это будет честно. Круто. Какой совет ты можешь дать тем новичкам, которые, ну, в том числе после просмотра нашего видео, захотят попасть в IT через тестирование? Самостоятельное изучение или курсы? Мне, вот, я универ, кстати, в итоге закончил. Ну, хорошо. Да. И самый простой способ попасть в IT, это действительно учиться в универе, как ни странно. В том числе я веду лабораторные занятия для студентов из университета. И когда мы на четвертом курсе у ребят спрашиваем, ребят, а кто здесь не работает, никто не поднимает руки. Ребята уже на четвертом курсе работают. То есть это самый такой стопроцентный способ. Почему? Потому что ты варишься в этой сфере. То самое правило семи рукопожатий. Все вокруг вроде бы айтишники. Они кем-то становятся, куда-то устраиваются. Ты спрашиваешь, а как, что? Получаешь нужные советы. Идешь. Не, ну, Дим, смотри, я все-таки стою на том, вот смотри, у меня тоже вот большой круг знакомств, но будем честны, есть лишь, наверное, небольшая вот такая вот, такой костяк людей, которым реально я вот, например, завтра, не дай бог, оказавшись на улице, бы сказал, ребят, надо помочь, надо попасть в эти, хотя это будет самое последнее, что я попрошу. Согласись, не каждый, кто добивается чего-то, готов потом тебе протянуть руку и сказать, ну, ладно, давай, давай, поручаю за тебя. Объективно. И здесь ты снова, собственно, нивелировал мой первый пункт, и давай поговорим о двух оставшихся. То есть у нас должны быть знания, знания эти, в общем-то, можно получить и самостоятельно, да, из какой-то литературы открытых источников. У нас должна быть вторая вещь, это цель. Почему многих не получается учиться? Потому что они вроде прочитали книгу и вроде что-то попробовали, но а что дальше? Что дальше? И я вот здесь обычно говорю, ребят, ну, а давайте автоматизируем Booking.com. Это такой крутой челлендж, на самом деле. Мы автоматизируем проект, а не просто изучим автоматизацию. То есть вот такой цели в самостоятельном обучении, как правило, не хватает. Я всем очень рекомендую ее ставить. Ну и все-таки, если смотреть на реалии рынка IT, то сейчас на людей, у которых нет курсов, на них почти не смотрят. То есть, а какой у тебя бэкграунд? Ты читал книжки, ты не можешь у себя, ну, можешь, конечно, в резюме разместить весь список литературы, которые ты прочел, либо курсов онлайн, но, скорее всего, на них никто не обратит внимания. Вот это, кстати, для меня всегда был вопрос. Почему? Предвзято отношение? Я не знаю, правда. У меня нет ответа на этот вопрос. Дим, давай. Список литературы и гайдов для новичков, которые хотят изучать тестирование. Ну, я говорил уже про четыре основные вообще вещи, которые необходимы, четыре качества, которые необходимы хорошему автотестировщику. То есть, первое, быть хорошим тестировщиком. Это Роман Савин, тестирование .NET. Оно в такой… .com. Прости, тестирование .com, да, ты лучше меня даже знаешь. В такой очень художественной манере описывает вообще, что происходит в IT, что такое тестирование в мире IT, как начать тестировать на примерах жизненных разницу между разными типами тестирования. Вторая вещь – это язык программирования. И обычно говорят, а с какого языка мне начать? Да, я бы рекомендовал с одного из двух. Это либо Java, либо Python. Вот. Причем Java для основ ОООП, она гораздо на самом деле проще и удобнее. И поэтому я бы сказал, что здесь Head First Java. Вот. Книга, которая тоже в такой писательной манере на основе каких-то задачек. То есть, условно, ты разрабатываешь свое приложение по пути, изучая какие-то технологии, связанные с Java. Вот. Очень легко читается, около 300 страниц, по-моему, там. Третья книжка – это, собственно, об автоматизации тестирования. Здесь есть одним индусом написанное. Да, то ли индусом, то ли индуска. Я до сих пор не знаю, как именно это читается имя, фамилия. Это гайд по тому, как работать с Selenium WebDriver. Вот. Четвертая вещь – это английский. Как минимум, чтобы научиться писать и читать, нужно прочитать книгу Мёрфи. А как индуску зовут? Ты знаешь, вылетело из головы. Я, к сожалению, вообще никак не смогу. Но там что-то типа Selenium practical guide. Хорошо. Ты наверняка знаешь такую концепцию, как экспресс-продажа. Сейчас представим. Есть ты с твоим уникальным голосом, с твоей харизмой, обаятельной улыбкой. Есть я, валенок, который вот думает, как мне попасть в IT, в том числе через тестирование. Убеди меня за минуту, что автоматизированное тестирование – это самое уникальное, что есть и может стать частью моей жизни и что я должен на это подписаться и даже больше вообще ничего не рассматривать. Хорошо. Для начала вообще забудь именно об автоматизированном тестировании. Давай поговорим с тобой именно об автоматизации. Нам нужен какой-то юзкейс, что-то, что ты делаешь каждый день. У тебя есть инстаграм? Есть. Хорошо. Ты хочешь себе там много подписчиков? Ну, было бы неплохо. Вот. Окей. Как работают все инстаграм-боты, которые сейчас существуют? Они не делают ничего умнее, кроме как лайк, фоллоу, используя тот самый Selenium WebDriver у себя под капотом. Если ты… И эти приложения при этом платные. Если ты не хочешь никому платить, сейчас, по-моему, тысяча подписчиков стоит около 100 рублей. Если ты хочешь сэкономить этих 100 рублей, тебе достаточно буквально недели изучения Selenium для того, чтобы написать своего инстаграм-бота, который будет автоматически лайкать, отвечать на комментарии, фоллоуить людей, а они, соответственно, будут фоллоуить тебя в обратку, и ты станешь супер-медийной персоной в Беларуси. А можно мы это сделаем для нас в школу? Мне нравится эта тема. 100 рублей. Ясно. Я понял. Я на миг понял. Смотри, это было круто. Мне очень понравилось наше общение и твой рассказ и про становление твоей карьеры и то, как ты пришел в преподавание. Слушай, ну, за личностью преподавателя и в первую очередь тестировщика, если я тебя не обидел, надеюсь, то есть QA-групп-менеджера, давай уже так, говори, серьезно, скрывать все-таки человек. Твои хобби, твои увлечения. Что у тебя по жизни? У меня в том самом инстаграм-профиле было очень красиво написано. Увлечение это стихи, бег и бары. Немножко несочетаемые. Да, стихи, бегая по барам, я так понимаю. Замкнутый круг. То есть, недавно был Минский полумарафон, в нем я, конечно же, участвовал и вообще в течение последних двух лет я активно участвую во всей этой беговой движухе, в каких-то беговых клубах, беговых школах, стараюсь не пропускать именно беговые какие-то ивенты, езжу за границу, в том числе бегаю. То есть, ну сейчас я могу пробежать полумарафон, то есть 22 километра и довольно с неплохой скоростью. Да, вторая вещь, это стихи. Это у меня на самом деле из детства, из молодости, так сказать, осталось. Какое направление? То есть, что ты конкретно пишешь? Слушай, ну стихи, конечно, должны быть про любовь. Ну как вообще? Про любовь. Да, лучшее вообще топливо для поэта, это вот разбитое сердце. Много растебли сердца. Это именно страдания какие-то. Ну, я просто пропущу от этого вопроса. Хорошо, 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 это все-таки лично. и вот это, кстати, первый мой опыт вообще паблик спикинга. Я выступал в баре Курилка на таком поэтическом баттле, где разыгрывалась бутылка виски. Я в итоге со своими стихами выступил, народу очень понравилось, они проголосовали за меня, и это была первая заработанная бутылка виски с помощью стихов. А что за вискарь был? Red Label. Хорош. Нормально, нормально, для первой бутылки виски халявно, это вообще хорошо. И все еще не односолодовый островной. И здесь переходим к третьей теме, это бары. Это не Роллтон в любом случае. Я люблю ходить по барам, люблю тусоваться с друзьями, знакомиться с интересными людьми, вот, и если что, если ты решишь мне подарить бутылку виски, то это односолодовый островной, артбек, лафрой. Ну, я тебе скажу так, я виски неплохо разбираюсь, и я понимаю, какой односолодовый виски в принципе можно дарить. У меня немножко больше идет в сторону Японии, я люблю японский односолодовый виски. Ух ты, я Японию никогда не пробовал? Очень круто, советую. Хорошо. И это не реклама алкоголя, я считаю. Мы про Роллтона. Только про Роллтона. Мы, да, мы отдали ему свое сердце и живот. Гастрит нас поблагодарил за это. Хорошо. Какие фильмы, книги ты предпочитаешь, в общем? С книгами у меня сложные довольно-таки отношения, потому что из-за специфики работы на самом деле не хватает времени на то, чтобы прочитать там даже профессиональную литературу, не говоря уже о художественной. Обычно просто ищешь в формате вопрос-ответ где-то на стакуэверфлоу, допустим, если касается профессиональной именно работы. А если говорить про художественную, то я, как правило, смотрю в сторону психологии. И, ну, в год, наверное, одну-две книги буквально читаю. Ну, что за они? То есть, какие можешь книжки назвать? Вообще, очень много по психологии отношений читал раньше. Вау. Да, ну, и не только отношений, то есть, я из тех, кто прочитал «Ведение психоанализ» Фрейда. Крутая тема, я начинал читать. Вот, ну, сложновато. Сложновато, сложновато, да. Я еще на свободе читал. Это было вдвойне сложно, да. Вот. А из последних книг сильно рекомендую книгу «Важные годы» американского психолога. Почему? Потому что бытует мнение, что возраст из 20 до 30 лет это такой возраст, которым нужно просто развлекаться, как бы искать себя. Я с этим мнением не согласен, и автор, благо, не согласен тоже. Книжка крутая, да. Поэтому мне очень эта книга понравилась. Если говорить о фильмах, ну, во-первых, это Тарантино, бог своего жанра. Да, я фильмы дома я не смотрю, я хожу именно в кинотеатры, чтобы полностью погрузиться, ощутить вообще атмосферу, которая там присутствует. Очень понравился из последнего, вот, собственно, «Однажды в Голливуде». Просто невероятно. Отличная картина, вообще дух времени передан просто фантастически, на самом деле. В каких-то моментах, когда абсолютно весь зал просто ржет невероятных моментов. Я не буду спойлерить, вдруг кто-то не смотрел. пускай еще посмотрит, да. Вот. И если говорить о сериалах, на ситком времени нет. Единственное, что можно посмотреть, это «Черное зеркало». Одна серия не связана со второй, и как раз-таки вот эта идея IT, даже сложно подобрать слово, идея внедрения IT, вообще сферы в нашу жизнь, она прослеживается вообще из серии в серию. Это очень интересно. Ты знаешь, мне в принципе нравится «Черное зеркало», я не смотрел все сезоны, то есть я посмотрел два сезона, но у меня за два сезона сложилось такое мнение, что ты смотришь вообще абсолютно любую серию, и суть этой серии, что будет что-то плохое, что-то случится плохое. Ну, блин, ну можно закончить иногда хоть чем-то хорошим, но просто хочется, я не знаю, немножко хэппи-энда, то есть, ну немножко грузящий такой мотив, в самом деле. Моя любимая серия из этого сериала как раз-таки с хэппи-эндом, так что... Она была. Она была. В прошлом сезоне. Ты досмотришь, теперь ты досмотришь. Вот. И, ну, просто это то, как IT внедряется в нашу жизнь, приносит определенные новые проблемы в нее, психологические проблемы, проблемы в отношении между людьми, да, и черный зеркал это поднимает тему. Это интересно. Если уж заговорили о проблемах, которые приносят в нашу жизнь IT, какая проблема, с которой ты столкнулся вот лично на бытовом уровне? Есть ли такая проблема вообще? Слушай, ну у многих... Я просто могу поделиться своей, но я бы хотел от тебя сначала слушаться. Наверное, моя проблема будет очень банальной. У многих отношения начинают рушиться из-за того, что кто-то слишком сильно залипает на соцсети. Да. Перестает уделять внимание реальной жизни и залипает в соцсети. У меня так тоже в том числе произошло. Моя проблема была немножко в другой плоскости. Соцсети разделяю, но я устал от чрезмерной идентификации. Я просто понимаю, что это дикий пожиратель времени, потому что тебе в день может приходить тысяча сообщений из разных общеисточников. Второе, ты отвлекаешься, ты не можешь на чем-то сосредоточиться, потому что от этих сообщений, от этой информации зачастую что-то для тебя важное кроется по работе, по личным моментам и так далее. Поэтому с этим сейчас тоже борюсь активно. Если говорить о проблемах таких более глобальных, которые внес в мир IT, недавно нефтяные вышки в Арабских Эмиратах атаковали дроны со взрывчаткой. Причем было прикольно. То есть подумать, что такое может быть там пять лет назад, нет, такого не будет. Не было, да. Да, то есть меняется даже война. Блиц, погнали. Готов? Да, никогда не участвовал, но готов, ко всему готов. Хорошо. Что такое динамическое тестирование? Тестирование бывает статическое, динамическое. Статическое, когда мы не включаем в принципе программу, а просто смотрим в код, либо на требования, и на основании этого заводим дефекты, динамические, а когда все-таки программу включаем и тестироваем. То есть любое тестирование по сути сейчас, которое происходит, это динамическое. Хорошо. Жизнен цикл ПО, как он выглядит? Идея, потом сбор требований по этой идее, архитектура и дизайн, разработка, мое любимое тестирование, и эксплуатация пользователями. Что такое тестирование и восстановление? Допустим, когда мы смотрим сериальчик где-нибудь и где-то на середине у нас вырубается интернет, то после того, как интернет снова появляется, сериал должен продолжиться абсолютно с того же места. Собственно, тестировщики, когда тестируют эту вещь, занимаются тестированием восстановления. Что такое Selenium? Кроме того, что это химический элемент? Selenium — это библиотека, которая позволяет имитировать взаимодействие пользователя с браузером, но через язык программирования. Хорошо. Какие основные компоненты Selenium ты можешь перечислить? Ой, я как будто на собеседовании. Ну да. Вообще, в интернете ходят слухи, что есть Selenium IDE, которая позволяет вообще делать рекорд-реплей с помощью Selenium. Есть, собственно, сам по себе Selenium, который с помощью языков программирования позволяет что-то автоматизировать. Есть Selenium Grid, который позволяет распараллеливать на разных браузерах и вообще конфигурациях системы эти тесты. Хорошо. Объясни разницу между командами Assert и Verify. Я не знаю команды Verify, к сожалению, но Assert — это значит «потверди мне, пожалуйста, что». Это равно этому, как это. Хорошо. С этими вопросами покончили. Теперь куда бы ты пошел, если бы не в автоматизаторы? Я бы стопудово стал барменом. Это точно. Абсолютно точно. Если бы все в мире зарабатывали одинаково, я бы стал барменом. А если прикоснуться все-таки к айтишке, компания твоей мечты, где бы ты хотел работать и кем? Кроме бармена. Хорошо. Компания мечты, она существует сейчас? То есть существующих компаний? Ну, предположим, да. Хотелось бы отталкиваться от того, что есть. Ага. Не, ну я понимаю, что ты типа надо так сказать, что по этих артам ничего там не подумал. Не, ну просто интересно. Нет, абсолютно не думаю. Можно сказать, что это Google, но я не знаю почему. У них клевый бренд. Вот, пожалуй, и все. Каких-то маленьких компаний, которые мне очень нравятся, у меня нет. А кем? Вы бы не хотели работать? Кем? Ну, конечно, великим начальником. Давайте я буду SEO. О, ясно. SEO Google. Вот кем я хочу оказаться быть. SEO Google, да? Ну да, вот так вот. С ноги открывали. Ну, просто ладно, Google Founder, окей. Покупаю в Беларуси для махом руки. Хорошо. Самая большая мечта о твоей жизни? Если ее можно озвучить, конечно. Ух ты. Это крепкие здоровые отношения со второй половинкой. Здорово. Я вот немножко завуалировал, да, то, что я хотел сказать, но тебе не мне это сказал. Хорошо. Что было первым? Курица или яйцо? Я думаю, что яйцо. Почему? Оттуда появился мутировавший динозавр, который оказался курицей. Только что родилась эта идея в голове, да. Я думаю, что многим из вас понравился Дима в ходе нашей сегодняшней беседы. И я надеюсь, что для вас мир тестирования и, в принципе, понятие автоматизированное тестирование на Java открылось совершенно другой стороны. Поэтому добро пожаловать на наш курс, который так и называется автоматизированное тестирование на Java в школе программирования Teach Me Skills. Ваши лайки, ваши комментарии, колокольчики. И, конечно же, гости еще будут. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok